Здравствуйте, Николай Янович. Разрушение Каховской ГЭС, вероятно, самый значительный инцидент, нанесший ущерб гражданской инфраструктуре с момента начала украинского кризиса. Мировая общественность сперва возложила ответственность на Кремль, но позже с выводами решила не спешить. Николай Янович, на Ваш взгляд, кто истинный автор данной диверсии? Каховская ГЭС – это последний завершающий каскад электростанций, построенных в советское время на Днепре, и этот каскад решал много задач для народного хозяйства. То есть это был единый комплекс, это не только энергетика, это еще и гидротехнические различные сооружения, это обеспечение водой всего региона, который примыкает к Днепру, это обеспечение судоходства. На берегу Днепра положены крупнейшие города и крупнейшие предприятия Украины. И вот сейчас в результате абсолютно вот таких вот варварских действий, по-другому трудно назвать, киевского режима, который с сентября месяца каждый день настойчиво бомбардировал плотину саму, машинные залы, зал перепуска воды. И в конце концов вот последние их бомбардировки привели к тому, что сначала разрушились створки так называемые, которые организованно выпускали воду, а затем началось разрушение машинного зала и самого тела плотины. Вот так последствия, конечно, представьте себе, сейчас, скажем, затоплены надводные источники, то есть колодцы различные, водозаборы различные, затоплены вот этой водой, которая сейчас, естественно, смешалась с грязью, так сказать, с чем угодно, затоплены кладбища. Николай Янович, как вы оцениваете масштаб катастрофы? Какие угрозы и последствия она несет в себе? Можно ли назвать подрыв Каховской ГЭС примером реального экологического геноцида? Последствия будут очень тяжелыми. У меня, как бывшего премьер-министра страны, просто поражает то безразличие, то равнодушие, с которым они осуществляют эти варварские акции. То есть вот эти люди разрушают то, что они своими руками не строили. Они палец о палец не ударили ни по одному объекту на Украине, вот за эти 9 лет. И вот они с методичностью разрушают и, так сказать, делают, оставляют людей без воды, ну, в данном случае и без электроэнергии, потому что устраивают блокады. И вот весь мир молчит, например. Меня просто поражает. По сути дела осуществляется геноцид против населения своего же собственного. Народ молчит. Весь мир молчит. Ну, не как весь мир. А в западные страны молчат все эти шульцы, Макроны и так далее. Так что для меня это, конечно, безумное преступление. Что будет с этим водозабором? Как будет осуществляться водоснабжение городов, причем крупных городов, таких как Кривой Рог, например, Непропетровск? Вот это все, это абсолютно не волнует киевский режим и этих деятелей, всех этих клоунов у власти. Кровавых клоунов типа Зеленского и тому подобное. Николай Янович, останется ли этот инцидент единичным? Или стоит готовиться к новым, не менее разрушительным провокациям? Пока киевский режим, вот этот террористический киевский режим существует, такие провокации или такие трагедии будут не просто повторяться, они будут планироваться и осуществляться. Вот практически одновременно с подрывом Каховской ГЭС был взрыв осуществлен на мякопроводе Тольятти-Одесса в Харьковской области. Он проходит через территорию Харьковской области. Вот его взорвали. А перед этим взорвали, как говорят немцы, Северный поток 1,2 тоже якобы киевский режим взорвал. А перед этим были другие акции, я о них могу, так сказать, очень долго рассказывать. Это террористический режим, который ведет себя как настоящие террористы. Продолжение следует...